Доброе утро! Вот кошачий корм в чашечке, а это то, что она любит. Ешь, ешь маленько, ешь. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, планета Земля! Вчера я ничего не снимала, не выкладывала, потому что у меня жутко болела голова. По-моему, я чем-то отравилась. Я не знаю. Короче, только что хотела зашить куртку. Но я это не стану делать, потому что дыры очень большие и лучше сделать это, мне кажется, на машинке. Руками все равно так хорошо не сделаешь, а у меня есть одна хорошая, очень хорошая швея у нас в поселке, которая все делает для меня. Вот я к ней отвожу всегда все вещи, и она мне все зашивает, подшивает, шторы она мне шила и так далее, и так далее. Просто я не профессионал, там что-нибудь залатать, какую-нибудь дырочку, конечно, без проблем. Или такие простые пошивки, да, еще могу. А вот куртку идеально, которая распоролась по швам, я не знаю. Я эту куртку купила буквально пару недель тому назад, когда я вот ходила на работу. И она у меня просто за две недели вся разлезлась, вся полностью. Я в шоке. И нет, она мне не маленькая. А то сейчас начнут то, там. Нет, не маленькая, она мне хорошо. Ее очень удобная, в принципе, легкая, удобная, теплая куртка. Но, видимо, постановляют какие-то, я не знаю, старео или нитки старые, или что. Просто разлазится все по швам. Это какой-то ужас. Сегодня у меня в планах, ну, как всегда, буду прибираться. Потом хочу из комнаты, из гостевой потихоньку ее освобождать, потому что надо браться и за эту комнату. Надо положить ламинат. Надо покрасить стены. С трех раз можете угадать, кто это будет делать. Кстати, конечно же, не я. Да нет, на самом деле, наверное, красить буду я. Ну, а ламинат – это мужская работа. А так как теперь есть в доме мужчина, этим заниматься будет он. Вот такие дела. И перед тем, как красить стены, надо все освобождать, конечно же, логично. А там еще панели. Очень много панелей. Потом мне еще надо разобрать стул. Мне попросили. Завтра должны приехать, привезти мои зеленые стулья и забрать серые. Потом два матраса. Надо на них натянуть синие мешки и отправить к папе в мастерскую, потому что они мне тут не нужны. Летом у меня планы сделать топчан на улице и для этого использовать вот эти матрасы, потому что они просто из, ну, такие с пеной, из этой, как бы там ни пружины, ничего нету. И это, ну, идеально подойдет для летней мягкой мебели. Ну, да. Пылесосить я сегодня не буду, потому что папа еще будет делать у Сары полочку в шифонере. Поэтому, да, везде грязь. Но ничего страшного. Он сегодня должен закончить Сарын шкаф. Потом я вам, конечно же, покажу, как это все выглядит. Наконец-то Сарочка сможет убраться в своей комнате. Она уже, конечно, устала так жить на баулах. Да. Ну, вот буду, как говорится, весь день, получается, этим и заниматься, ковыряться на обед. Не знаю, может быть, сделаю быстренько суп, фрикадельки. А еще что, не знаю, если честно. Если вообще успею. Если нет, у нас там еще того чуть-чуть, того чуть-чуть, этого чуть-чуть, короче, будем доедать, что есть. Ну, все. Тогда давайте браться за работу. Что-то я проголодалась. Делаю себе блинчики. Ну, это, конечно, много мне будет. Мне два штук. Две штуки хватит. А Кан еще пришел со школы. Ну, вот, сделаю пять на всякий случай. Перекусим пока блинчиками. Тут у меня фрикадельки стоят. Вот. Сделаю большую кастрюлю супа. Так убралась в комнате. Ой, в комнате. Ну, в зале чуть-чуть, перебралась. Кроме вот той кофты. Это должен Кан убрать. Это его кофта. Вот, как мне теперь нравится у себя. Так уютненько. Еще докуплю один десяток вот эти вот, как сказать, кольца. И добавлю на каждую штору по пять колец. Нет, подождите, у меня четыре. Двадцать колец надо. Короче, надо добавить. Я знаю, что это не очень красиво выглядит. Или же, или же. В принципе, они у меня каждых десять сантиметров, видите. Ну, как бы они довольно часто висят. Просто, наверное, мне надо сделать, как сказать, сзади же есть такая лента, которую можно стягивать. Чуть-чуть их стянуть надо. И будет намного красивее. И сперва так попробую, а потом уже, если опять будет не нравится, все-таки, все-таки будет у меня еще больше колец. Так, а насчет цветка, который просится вот где-то на это место, я понимаю. Но у нас кошка, и, ну, как сказать, цветок, она просто начнет оттуда все, как сказать, вытаскивать. Поэтому цветок, пока кошка дома, но никак. Болтаю с вами, чуть не пропустила. Смотрите, как сильно уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Да переворачивайся ты уже. Так что сейчас кофе попью с блинчиками и буду продолжать. Ну, вот так. Решила, короче, наверное, я буду эту кровать продавать. Потому что, блин, не знаю, мы ее туда-сюда, туда-сюда, с одного угла в другой угол. Короче, матрас, я не знаю, что это за всякие разные тут... Надо, короче, снять вот этот вот на матрасник, или как сказать. Я его сниму, постираю чисто. В пакетик положу. Вместе с матрасом все продам, короче. Хочу продать эту кровать. Вот. Надо будет еще все дерево куда-то переносить. Но это я делать не буду одна. Для меня это тяжело. Поэтому. А вот этот вот, как сказать, палас. Надо мне написать человеку, стирает он палас или нет. Если да, пускай забирает. Стирает, привозит и на второй этаж пойдет. В принципе, все, что можно было, скажем так, женскими руками унести, я унесла. Вот. Осталось только дерево. Это все, что оставалось после работ, которые проводил папа. Но, по-моему, все остальное в будущем уже перейдет на другого мужчину. А вот. Папа сделал шкаф Сарочки, кстати. Пойду вам покажу. Так. Кастрюлю надо какую-нибудь с собой захватить. Сейчас. Так. Вот уже три картонки наверху, которыми надо будет распаковывать. Сарочка, помой кастрюлю. Там внизу еще вторая кастрюля. Принеси ее и помой кастрюле. Сейчас за шкаф той покажу. Все. Оп, уже готов. Сделал, да? О, вы даже уже. Вот. Такой шкаф. Единственное, что осталось, это вот заделать тут дерево. И все, в принципе. Тут две полочки. И вешать. Что? Ты хочешь, чтобы я белым побелила? О, бог ты мой, это же вот так делается. Берешь и раз, и собаку закрыла там. Все. Ой, какая разница. Там будут вещи лежать. Ничего страшного в этом я не вижу. А он тебе стопор не приделал. Ну, ладно. Ну, приделаем еще тогда. Да, ничего страшного. Чтобы двери не бились об стену. Такие стопор. Ну, как есть. Чтоб отпружинивалось назад. Короче. Они где-то тут должны быть. Не знаю. Надо опу спросить. Короче, помой мне посуду. Убери свои вещи. Пожалуйста. Можете, я сниму? Монстр. Вот такие дела. Уборка, уборка, стройка, уборка, уборка, стройка, уборка. О, плохо меня видно сейчас. И так каждый день. Если я не убираюсь, значит, я строю. Если я не строю, значит, я готовлю. Если я не готовлю, значит, я убираюсь. Буду убираться дальше. По-моему, на сегодняшний день я достаточно спорта делала. Ой.